Как веселились на Руси, расскажет новая выставка исторического музея. Зимой отмечали Рождество, Новый год и Масленицу. Уникальный экспонат – маскарадные сани Екатерины II. Их изготовили в 1762-м, в год восхождения молодой императрицы на престол. Роскошные сани, сидение в виде раковины, украшает скульптура богини Минервы. Представьте, 200 подобных саней двигаются по улицам города. И императрица, и ее приближенные одеты костюмы маскарадные. Посмотреть на санное шествие собирались все жители города. Вот наряды свидетелей праздника семейной пары купцов. Костюмы в традиционном русском стиле. После реформ Петра I лишь крестьяне и купцы шили одежду по канонам старины. Супруга в шелковом сарафане и в шелковой душе грее. Кажется, какое же тепло, как она бедная мерзла, ничего подобного. Внутри одежда стегана ватой. С наступлением весны главный символ праздника – солнце. Редкий экспонат – деревянная мачта речного судна XVIII века. И здесь вы видите лик солнца, а вокруг человечки, который водит хоровод. Хоровод – древнейший ритуальный танец, который существует практически у всех народов мира. Это гимн солнцу. Главный летний праздник – троица. Хороводы водили незамужние девушки. В это время устраивали смотрины невест. Девушки надевали свои лучшие наряды. Этот принадлежал крестьянке из Безводного в Нижегородской губернии – богатого села, где кроме сельского хозяйства строили рыболовные суда. Сарафан обязательно должен быть пышным. Под сарафан одевалось несколько слоев нижних юбок. Юбки держались на китовом усе, то есть не только дворянки так одевались. Чтобы показать, стать вот этой женщиной. Вот идеал красоты традиционный. Выставка проходит до середины марта.